Дорожные знаки Дорожные знаки Это нельзя отрицать. Вот почему так важно открыть уши и услышать, что же говорит Дух Божий, чтобы успешно пройти через это время. Нам нужна помощь Божия. Мы не должны бояться, но должны быть готовыми к действиям. Пожалуйста, доставайте свои Библии и блокноты. Давайте попросим Духа Святого показать нам все знамения этих времен. Я не помню, сколько именно мне было, пять или шесть лет. Отец пригласил меня в поездку с ним. Мы жили в Миссури, а он ехал в Теннесси. Я не особо запомнил эту поездку, за исключением того, что он учил меня читать дорожные знаки. Я уверен, что он просто хотел, чтобы я не сводил его с ума вопросами в дороге. Это сработало в некоторой мере, потому что я запомнил урок. Чуть позже я поехал учиться в Еврейский университет с Филиппом. Чтобы учиться там, нужно было ходить на языковую школу. Я не знал еврейский алфавит. Если вы не знали, то еврит — это древний язык, и его алфавит отличается от нашего. Они читают справа налево, так что конец книги — это начало книги. Можно сказать, что это запутывало нас. Маленьким прорывом для меня стало то, что я достаточно хорошо выучил алфавит и язык для того, чтобы читать знаки на дорогах. Тогда я перестал чувствовать себя полным чужаком и начал ощущать себя как дома в незнакомой среде. Важно понимать признаки наших времен. Если вы ограничивали свою веру лишь обращением и крещением, я хочу похвалить вас за эти вещи, они важны. Но кроме этой инициации есть жизнь последователя Христа. И чтобы жить эффективно, двигаться по нашему пути, мы должны понимать знаки. Это не новая идея. Это идея Иисуса. Мы прочитаем слова Матфея. Я возьму три главы, которые раскрывают историю Иисуса и его ближайших друзей. Я верю, что Дух Святой через Матфея помогает нам понять что-то, что даст нам водительство. Я не приверженец изучения Библии, только ради сбора фактов. Когда я открываю Библию, то делаю это потому, что признаю, что должен понять Бога сегодня. Хочу начать с 16 главы Матфея, 1 стиха. «И приступили фарисеи и Саддукея, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красным, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете». Различение подразумевает не совсем что-то точное. Когда вы переводите с другого языка, то не все слова переводятся напрямую. Есть определенное место для ошибки в передаче правильного смысла, когда вы переводите с другого языка. И когда Иисус говорит о развлечении или истолковании знамени, это не всегда то, что очевидно всем. Нужно понимание, знание. В американском христианстве популярно говорить «мы не должны страдать». «Мы будем спасены». У нас есть интересные богословские конструкции для этого. Это чудесная идея. Она дает нам чувство мира и безопасности. К сожалению, она также приносит некую будничность в нашу веру. Для большей части мирового христианского общества это наивный ответ на Писание. Это послание будет непросто донести верующим в Иране, Египте, Китае, Индонезии, Индии, Пакистане и других местах. Мы говорим, что последователям Христа не нужно страдать. Они даже не поймут, что вы имеете в виду. Нам нужна помощь в истолковании знаков времени. Нам очень непросто принимать перемены. Постепенные перемены, возможно, быстрые, масштабные перемены сбивают нас с толком. Они разрушают наши привычки. Они вызывают дискомфорт. Но когда вы начинаете двигаться, оставаться в движении намного проще. Думаю, мы понимаем это. Итак, 20 глава Евангелия от Матфея. Мы посмотрим на учеников Иисуса. И начнем с 17 стиха. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних. И сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет». Представьте, если бы ученики понимали Его. Мы хорошо знаем историю и видим, что это не так. Но в Его словах нет скрытого смысла. Он не говорит притчами. Они в замешательстве. И у нас нет объяснения. Я поделюсь своим мнением. Я думаю, что ученики думали, что Иисус рассказывает им о далеком будущем. Иисусу всего 33 года. Это новое приключение для них. Он сказал, следуйте за Мною. Я сделаю вас ловцами людей. Эта группа людей оставила все. Бизнес, отношения, привычки. Они пошли по новому пути. Они посвятили себя на все 100% в поддержке раввина по имени Иисус из Назарета. Они видели удивительные вещи. Он может ходить по волнам, превращаться в воду в вино. Он управляет ветром и волнами, изгоняет бесов, противостоит своим врагам, воскрешает мертвых, исцеляет слепых. Предательство и распятие оказалось им маловероятными. Возможно, чем-то, что может случиться в будущем. Мы были с Ним в Иерусалиме и видели, как враги выступали против Него. Он побеждал их логикой или умом. Они не считали их реальной угрозой. Они не могли понять, что происходит. Я прав? Иисус не мог выразиться яснее. Слова не могли быть проще. Он открыл им дорожную карту, но она прошла мимо них. Та же глава Евангелия от Матфея, 20-е. Мы видим детские вопросы. Они заставляют нас улыбаться. А если не учитывать обстоятельства? Тогда приступила к Нему мать сыновей Завидеевых. Что за сыновья Завидеевы? Иаков и Иоанн. Их мама пришла к Иисусу. Кланяйся, чего ты прося у Него. Он сказал ей, чего ты хочешь. Она говорит ему, скажи, чтобы вот эти два Мои сына сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве Твоем. Очень странно. Остальные сидели и смотрели на это. А где моя мама? Пробивные родители. Это не что-то новое. Моим мальчикам нужно преимущество. Меня поражает ответ Иисуса. Он сказал, не знаете, чего просите. Вы даже не представляете, о чем просите. Иисус сказал в ответ, может ли пить чашу, которую я буду пить? Как думаете, они понимали? Мы только что читали об этом. Он недавно сказал им, можете ли пить чашу, которую я буду пить? Уверен, они не думали об этом. Не осознавали этого. Потому что они отвечают, мы можем. А Иисус без каких-либо споров говорит им, чашу мою будете пить? А вы думаете, что ваши слова не имеют духовной власти? Я считаю, что имеют. Чашу мою будете пить, но дать сесть у меня? По правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано отцом моим? Услышав сие прочие, десять учеников, вы знегодовали на двух братьев. Неужели? Думаю, тем вечером у двенадцати учеников был разговор между собой. Вы не могли не приводить свою мать. Мы знаем вашу мать. Она всегда, но меня поражает, ответ Иисуса. Он не пытался перевести тему, как-то отбросить ее. Он просто сказал им, «Вы готовы пить чашу, которую я буду пить?» Я рассказал вам, что будет дальше. И они ответили, «Да, готовы». Он сказал, «Вам выбирать». И тогда они ответили ему, «Хорошо, мы готовы пить чашу». Но Иисус ответил, «Хорошо». Дерзайте. Меня не удивляет, что мы потеряли равновесие. События, за которыми мы наблюдаем последние десять месяцев, превзошли все. Много недель я трудился в церкви так, как не трудился никогда. Я говорил в прошлом марте, когда мы только услышали намек на то, что может начаться пандемия, я сказал в четверг, «Нет такой вещи, которая помешала бы нам проводить служение в этом здании. Я никогда не отрекусь от себя, Господи». Они планировали баскетбольный турнир в Бридж-Стоуне. И если они будут играть в баскетбол, то мы будем проводить служение. Я не думал, что они остановят экономический двигатель. А в пятницу сообщили о том, что полиция приехала в Бридж-Стоун. Турнир отменили, а я заказал двойную порцию крылышек. и снял видео о том, что мы не сможем провести служение. Уверен, в этом году у вас были вещи, которые вы не могли представить. Но я считаю, что Бог движется. Это не просто проявление нечестия или зла. Не будьте злыми и не наполняйтесь горечью. Поднимите вашу голову. Нам говорили, что случится многое из того, что мы видим. Но мы отодвигали эти события в календаре. Ни я, ни со мною. У меня есть план. У меня запланирован отпуск. Я знаю, что хочу делать летом. Я хотел, чтобы следующие несколько месяцев были такими. Мы больше говорим о переменах, чем о том, что Бог говорит нам. Это начало пробуждения. Это немного взбодрило нас, потому что мы поняли, что пока мы спали, происходили серьезные события. Но они забыли о нашем начальнике. Я в восторге. Ошибки не дисквалифицируют нас. Эти 11 человек, которым было трудно исполнять слова Иисуса, получили задание. И мы можем сказать, что они справились с ним весьма хорошо. Они справились с ним весьма хорошо. На самом деле мы с вами являемся плодом их верности. 28 глава Матфея. Мой последний фрагмент будет оттуда. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Я больше не уйду. Я буду с вами до конца века, если вы примете задание, научите все народы». Так что идите. У них были проблемы с первыми задачами. У них были трудности с событиями вокруг. Предательство, ареста, распятия и воскресения Иисуса. Но стоит отметить, что далее их фокус стал намного лучше. Они не всегда поступали правильно. У них были склоки. Они не разобрались с этим. У них были соборы в Иерусалиме. У них были внутренние споры по поводу того, кто с кем пойдет. У Петра были проблемы с осознанием того, будет ли он исполнять правила раввинов или нет. Павел обличил его в этом. Павел любил обличать людей. Но они приняли это задание буквально. Они могли ловить рыбу, но это не был их бизнес. Они могли возвращаться в знакомые места, но с новым заданием, новым взглядом, новой надеждой, новой целью. И я молюсь о том, чтобы церковь прошла это время с новым взглядом, новой целью и новым посвящением. Друзья, я не считаю, что вы слабо, стали мирскими или испортились. Эти события дезориентируют. Мы не привыкли видеть сообщения медиа, которые называют наши убеждения тлетворными. Мы не привыкли видеть такое. Они используют цензуру против нас. Они называют нас опасными. Но это не пугающее, а захватывающее время. Бог призывает нас. Мы хотели получить билет на небо, а затем жить так, как мы того хотим. Но по какой-то причине Бог выбрал нас в это поворотное время. Вы – выдающиеся людям. Бог сознательно поместил вас здесь. Я не просил, мне так было хорошо. Он так возлюбил вас, что дал вам это задание. Уверен, что Он скажет нам несколько раз, как говорил ученикам, вы действительно настолько недалеки, «А мы скажем, да, наверное». Мне кажется, Он многое говорит нам сегодня. Это правда. Это чистая правда. Так что же нам-то делать? Ну, давайте начнем с исповедания нашей веры. Это стартовая точка для всех нас. Давайте скажем эту молитву все вместе. Вы должны помочь кому-то. Это не конец. Вы не сможете убежать после этой молитвы. Я почти закончил. Эта молитва есть у вас в записях. Вы должны быть готовы помочь кому-то повторить ее. В вашей сфере влияния есть люди, которые не знают Господа. Они не готовы встретиться с этим. Это не может быть нормальным для вас. Просто не может. Вы должны заботиться о них. У них может быть вид благочестия. Они могут иногда посещать церковь. Они могут знать о Христе. Они могут не называть себя атеистами или буддистами, но вы знаете, что они не следуют за Иисусом, как за Господом. Друзья, редкое посещение церкви не делает вас последователем Христа. Точно так же, как прохождение через парковку не делает вас автомобилем. Многие из нас играли в эту игру. Мы должны признать истину, что все начинается с рождения. Это сверхъестественное событие, которое стало возможным благодаря делам Иисуса на кресте. На кресте Он убрал проклятие моего греха, чтобы я получил все преимущества Его повиновения. И если я готов прощать других, то могу попросить Его прощения. Библия говорит, что происходит нечто сверхъестественное. Это новое рождение. Не телесное, а духовное рождение. И та часть нас, которая была мертва для Бога, оживает. Мы становимся новым творением. Ваша ДНК больше не влияет на ваше будущее. На Него влияет сила Творца, Неба и Земли. Все потому, что вы принадлежите Ему. Вот почему мы называем Иисуса Господом. Вопрос не в том, чтобы присоединиться к церкви, записать свое имя, разобраться с доктринами или выбрать правильный перевод. Все начинается с рождения. Помолитесь вместе со мною. Всемогущий Бог, я грешник. И мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус это Твой драгоценный Сын. Он умер на кресте за мои грехи. Ты воскресил Его, чтобы оправдать меня. Прости мне мои грехи. А я прощаю всех во всем, что они сделали. Я отпускаю их. Я благодарю Тебя, что я Дитя Божье. Я омыт кровью Иисуса. Искуплен, очищен, освобожден. Я принадлежу Богу во имя Господа моего, Иисуса Христа, моего Спасителя. Аллилуйя. Аминь. Все начинается с исповедания веры. Вы должны окунуться в воду. Вы должны родиться свыше и омыться. А затем вы должны добавить к этому свое желание расти. Не сегодня. Вы не можете остановиться только на этом. Вы не должны быть духовно мертворожденным. Это начало. Это дает вам инструмента для роста. Теперь вам нужно Слово Божие. Вам нужен голод по нему. Если у вас его нет, то скажите, Господи, помоги. И Он поможет вам. Перестаньте прикидываться. Вы ничего так не получите. Есть Бог, друзья. И мы рано или поздно встретимся с Ним. Так что говорите людям правду. Он поможет вам. Я знаю, что у тебя огромный тираж, но мне трудно читать это. Помоги мне. И Он поможет. Начните слушаться. Практикуйте духовную гигиену. Мы относимся к покаянию как к данности. Я помолился. Ну, я понимаю. Я мылся, мылся. А в последнее это время? Покаяние должно быть частью вашей жизни. Вы не можете практиковать нечестие и думать, что вы будете частью Царства Божьего. Вы можете ошибиться, оступиться. Это нормально. Мы несовершенны. Мы павшие люди. Но вы не можете выбрать жизнь во грехе и думать, что Бог будет рад вам. Вы слишком легкомысленно вели себя с Ним. Духовная гигиена это ежедневная вещь. Господи, прости. Мы читали стих из второй книги про Липоменон. И смириться народ мой, который именуется именем Моим. Смириться и покаяться. Я исцелю их землю. Мы не видели столько исцелений, сколько хотели бы. Насилие в городах. Насилие в столице. Мы негодовали. Я дважды молился. Простите, что? Мы должны служить. Должны позволять Богу менять наши приоритеты. Мы должны позволять Ему делать это. Ученики оставили все, чтобы пойти за Ним. Иисус сказал «Да». Берите каждый день свой крест. Бог движется. Мы не должны упустить этого. Будь смел и мужествен. Происходят неприятные вещи. Будь смел и мужествен. Вы будете слышать то, что вам не понравится. Будь смел и мужествен. Верен призвавший вас. Прежде чем закончить, я хочу, чтобы мы помолились. Часто наш противник пытается убедить нас, что наши ошибки дисквалифицируют нас. Странная реальность состоит в том, что все мы допускали ошибки. Но благодаря кресту мы можем победить все наши слабости. Это хорошая новость. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя, что через кровь Иисуса мы получили прощение, оправдание и освящение. Я молюсь, чтобы Ты дал нам новую смелость, мудрость, чтобы стоять с Твоей истиной в это время. Пусть цветы Иисуса Христа сияют через наши жизни для окружающих. Мы молимся во имя Его. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнерам. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С вами пастор Аллен, мы живем во время бурь. Мы видели ураганы в заливе, мы оставляли американцев в Афганистане, видели пожары в Калифорнии. Такое чувство, что куда ни глянь, всюду бушуют бури. Мы подготовили инструменты, которые могут помочь вам в это время. У нас есть книга «Сознательная вера». Это простая книга, которая может стать мощным инструментом в нашей жизни. Если мы не настроимся на результат, то не достигнем его. Большинство из нас рады сбросить пять фунтов, но если мы ничего не будем делать для этого, то не проснемся завтра худее. Я должен изменить питание и взяться за упражнение. Мы бы хотели больше духовных свобод и стабильности, свободы от тревоги. Но нам нужен путь, чтобы достичь этого. Именно ему и посвящена эта книга. В ней вы найдете десять простых идей, которые помогут вам установить принципы, которые принесут стабильность и свободу в Господе. Мы пройдем их вместе. Я также подготовил сборник «Сто дней веры». Это стадневный сборник, в котором я присоединюсь к вам. Мы будем проводить время вместе, делая шаги для того, чтобы принять Божие благословения на нашу жизнь. К этому сборнику я добавил дневник, чтобы вы записывали то, что Бог делает в вашей жизни. Мы не можем делать то, что делали всегда, и ожидать лучшего результата. Это безумие, и мы все понимаем это. Мы не можем просто желать, чтобы зло ушло. Я говорил со многими людьми, и все говорят мне одно и то же, что я могу сделать в это безумное время с ковидом и множеством манипуляций. Мы можем принять решение сознательно искать Бога, как никогда ранее. Закажите экземпляр сознательной веры и пройдите путь «Ста дней веры со мною». Ведите дневник того, что делает Бог, и вы окажетесь в новом месте. Откройте новый уровень надежды и свободы с новой книгой пастора Алана Джексона «Сознательная вера». Она покажет вам 10 способов обретения цели и водительства в вере, отношениях и жизнях. Жертвуйте 20 долларов и заказывайте книгу сегодня. За пожертвования в 40 долларов и больше вы также получите дневник, который поможет вам запомнить ключевые моменты книги и применить их на практике. Кроме того, у нас есть бесплатный ресурс. Наша рассылка «Сто дней веры», на которую вы можете подписаться также на нашем сайте. Мы рады, что можем предложить вам эти ресурсы. Они изменили жизни других и помогут вам укрепиться в вере. Заказывайте книгу и дневник на нашем сайте или по номеру, который видите на экране. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.